представители знака зодиака козерог козероги мои дорогие здравствуйте еженедельный таро гороскоп таро прогноз на период со 2 по 8 октября давайте узнаем что нам подскажут карты для вашего знака будем реалистами любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений но я так надеюсь что мы с вами проведем приятно время и какой-то инсайт определен у вас все равно будет или свою ситуацию может быть просчитайте на пару шагов вперед стоит этим заниматься или нет какой результат получу я уже приготовила колоду и давайте мы достанем первую карту она у нас будет называться что важно знать или что у нас в приоритете может быть будет течение недели или вопросы какие будут которыми придется заниматься а может быть будет все тихо спокойно прекрасно неожиданности или чего не избежать чему сейчас не время или что может помешать а что нам будет помогать достанем карту что скрыто и по основным сферам жизни посмотрим энергетику дела работы бизнес любые дела ходят документами хоть что-то мы там себе запланировали насколько вселенная будет откликаться может быть энергия денежная как вот на этой неделе видят карты личная жизнь и карту совет вот хочу вот прям отсюда достать все знаем или подведем итог или может быть что-то подскажет нам карта рыцарь жезлов ну тут три момента основных либо человек нам приезжает либо мы куда-то отправляемся то есть поездка перемещение может быть планируемая какая-то поездка может быть и переезд какой-то глобальной по этой карте скорость могут быть не обязательно события это может быть и известие какое-либо это может быть новость на которую мы должны либо откликнуться но или как-то так и и проработать да для чего-то нам она пришла или это то чего мы не можем оставить на потом предусматривается что какая-то наша реакция может быть телефонный звонок сделать или кому-то что-то написать или ну что-либо зафиксировать наоборот то есть наша реакция ну и сами по себе конечно информация новости тоже вообще у нас рыцарь жезлов хорошем смысле это где-то вдохновение это импульс сделать что-либо принять какие-то важные решения или какую-то новость к сведению по рыцарю жезлов он готов к любым неожиданностям кстати и безусловно передвижение тоже динамика или будет просто мои дорогие козероги у вас какое-то конкретное дело которым вам и интересно заниматься и хочется как будто тоже неожиданности да тут может быть тот переезд который далеко у кого-то связанной может быть с работой или работа ваша с командировками мои дорогие или раньше не было командировок а тут теперь объявили что будут или вы перешли на другую работу и тоже там какие-то перемещения или наоборот вы удаленно теперь работаете из дома но есть по этим картам как будто смена графика работы хотя по тройке жезлов первое у нас все под контролем это немаловажно то есть как будто есть какая-то основа и якорь уверенность уверенность собственных силах и что немаловажно или главное уверенность собственных планах что я это осуществлю вы можете чем-то заниматься то как я сказала вам и нравится и как будто хочется это в сфере ваших интересов и вы уже видите свои перспективы у кого-то будет так а у кого кто-то из вас будет продумывать свою поездку или к вам приезжает человек у кого-то это может быть знаете как с работы новое появление нового какого-то человека который по-другому видит ту или иную ситуацию или по месту вашей службы как новый сотрудник появляется и вполне вероятно его мысли вас заинтересует или его поведение как-то он себя может быть ведет не так как все или к нему будет приковано внимание потому что это есть элемент новизны была какая-то рутина а здесь как будто что-то у нас меняется вот по этим двум картам в любом случае тройка жезлов это уже какие-то у нас перспективы если кто-то из вас занимается торговлей или работа у вас предусмотрена с большим количеством людей с большим объемом информации здесь скорее всего для вас могут быть интересные если не предложение то вы сами как будто увидите на новое направление или где я могу свои таланты способности экспертность профессионализм приложить вот максимально максимально раскрыться но где-то сделать такой своеобразный трамплин себе в будущее и вполне невероятно это будет в последующем и рост какого-то дохода но вот есть интерес это точно чему сейчас не время но десятка кубков этому всегда время другой разговор все же если мы говорим по нумерологии да и по таро десятка это подведение какого-то итога и поэтому нам говорят некогда успокаиваться вот я так только вижу эту карту еще рано подводить итоги еще как-то на ситуация будет развиваться не время думать что мы уже где-то можем успокоиться вот это да да и по предыдущим картам тут не про спокойствие нет тут наоборот надо быть на стороже на может быть какие-то вопросы у вас как раз которые касались недвижимости вашей семьи или связанные с переездом и смены места жительства может быть и с вашими планами у кого-то и переезд и семейные вопросы вопросы работы и вопросы где мы проживаем ну и где-то финансы наперед и вроде бы по этой неделе все спокойно но карта то как раз и говорит подожди не расслабляйся поэтому сама по себе неделя действительно стабильная но тем не менее есть какой-то интерес или какое-то продолжение это можно чувствовать просто интуитивно что вот-вот и что-то может поменяться или у меня сейчас могут появиться какие-то новые возможности и тогда кой железо пока горячо вот такое тоже может быть и тогда скорее интуиция вас нет не обманывает мои дорогие козероги давайте посмотрим что же нам помогает если мы в себе не сомневаемся если мы на этой неделе не устраиваем себе глубокой философии по восьмерке мечей нет других значений кроме как не мешать себе почему потому что карта нам наглядно показывают девушку которая смотрит вглубь себя она не видит что происходит вокруг у нее завязанные глаза и вот этот барьер или забор из восьми мечей который по сути ты не забор нет никаких ограничений но мы может быть в каком-то деле себя можем сдерживать или можем сомневаться начать что-то вспоминать было и думы а когда у меня там что не получилось поэтому не ищите черку черную кошку в темной комнате вы ее там не найдете тут все стоит у причала сегодняшнего дня буквально тут важно будет не упустить какие-то возможности для этого нужно отслеживать события буквально по часам может быть по минутам наблюдать за тем что происходит вокруг вас понимаете тут не время углубляться как в какие-то воспоминания или начать что-то анализировать нет тут какой-то материализм логика и рационализм но как-то так что скрыто здесь не столько скрыто это у нас карта шута и я всегда вот в этой колоде когда вижу этого шута я вспоминаю слова эйнштейна только дурак нуждается в порядке гений господствует над хаосом вот здесь натурально гений потому что этот шут жонглирует всем зодиаком то есть он куда хочет туда и крутанет искусный манипулятор а вот уже маг будет 1 аркан старший а это нулевой и в колоде 2 иллюминатов карта шута называется хаос перед началом творения то есть какая-то неразбериха творение еще не началось еще пока какая-то прелюдия еще только что-то будет начинаться вот я только что сказала если есть какое-то такое как подсказки шестого чувства что вот-вот может что-то меняться значит ситуацию надо отслеживать по факту любую или то что происходит вокруг вас но особенно внимательно действительно тут какие-то перемены могут быть или появление нового человека или новое знакомство или если мы говорим новый предположим человек коллективе может быть как-то новая метла по-новому метет или будут какие-то подсказки для вас какие-то варианты именно для вас со знаком плюс чего-то не упустить есть элемент обновления хотя у кого-то это может проиграться с новым графиком работы или новой местностью именно работы вот как я уже сказала и вам придется адаптироваться и мы еще пока не можем что-то просчитать предугадать вот так вот на тысячу на сто процентов потому что сама по себе ситуация может быть либо турбулентной какой-то либо быстро меняются события иногда по рыцарю жезлов правда много информации и был или быстрая смена информации и наша быстрая реакция на нее дело работа бизнес но по девятке кубков все у нас тут под контролем и нам здесь показан человек посмотрите доволен собой доволен своей жизнью доволен где-то работой потому что по этой карте человек занимается любимым трудом и на этом любимом поприще он получает хорошие деньги буквально вот так вот трактуется эта карта то есть это тот где-то труженик который знает ради чего он все это затеял он знает что у него все как бы нюансы его жизни тоже контролируемы он предусмотрителен и его сложно как бы вот его цикл жизни материальном плане даже потому что хоть и кубки но карта материальная в других колодах я вот ее называю карты эгоиста то есть у меня все есть я всем доволен ну так вот и нам как будто нужно контролировать все то что мы уже достигли и может быть подумать как это преувеличить и по тройке жезлов как я сказала в неожиданностях как будто возможность нам предоставиться она может быть случайно вот наверное как этот жезл посмотрите два жезла стоят на земле а третий он как будто держит в руке наш герой но он словно освещает путь потому что он находится рядом с героем и герой наш смотрит на корабль так вот корабль один из символов меркурия и это может быть как я сказала и работы с информацией и просто много новостей для кого-то из вас если вы занимаетесь торговли значит тут все же корабль про торговлю это какое-то хорошее предзнаменование или может быть вы что-то хотите продать купить тут тоже эта карта может проиграться ну или как переезд поэтому будьте внимательны финансы хотя про финансы нам сказали знаете может быть много будет каких-то вариантов что-то приобрести или в вас могут к чему-то склонять чтобы вы что-то купили или люди может быть ваши кто-то из близких имеют разное мнение по поводу того что стоит приобретать или сама по себе по денежной ситуации какая-то разрозненная информация и по пятерке жезлов неразбериха я называю эту карту информационного хаоса правда хаос перед началом творения может быть он будет выражаться в том что много новостей на этой неделе и тогда дважды трижды нужно держать вот какую-то свою крепкую позицию сохранять все то что у нас имеется но быть внимательным к этой информации потому что кто-то может что-то сказать проболтаться и нам то что прежде было скрыто мы как раз узнаем какую-то новость или мы поймем слушая чей-либо разговор как нам действовать так ведь тоже бывает мы бываем как сторонним наблюдателем и по этой карте кстати нам и говорят держись позиции стороннего наблюдателя но тогда мы вот так отстранено словно из-за кулис можем пронаблюдать и слушая людей просчитать как будто какой-то свой проект план или как осуществить то или иное дело но информации будет много может быть это будет касаться того что вы хотите какую-то финансовую ситуацию свою решить для кого-то может быть вы хотите кредита к примеру да оформить и вы ищете где лучше с каким банком например да иметь дело или каким образом на каких условиях какие проценты то есть вы сами можете искать информацию решая какой-то финансовый вопрос и вам придется общаться с многими людьми и информация где-то будет такая вот разрозненная хаотичная и вам придется построить порядок из этого хаоса чтобы определиться как-то вам по финансам что в личной жизни опять у нас пентакли рыцарь пентаклей пусть это на личную жизнь но это всегда карта я называю марафонского забега обычно это какое-то наше дело может быть и творчество может быть ремесло но эта карта своего рода такого успеха который мы планируем допустим да как наше дело или тема нашей жизни на долгий период времени не то что к нам приходит сегодня и где-то завтра уже она ушло мы его провожаем или забываем а здесь что-то основательное вы можете планировать как в плане и личных отношений но больше нам все-таки про пентакли говорят поэтому как с семьей если вы человек семейный или вы живете просто в паре вы будете что-то обсуждать планировать вместе или если вы один или одна вы можете что-то задумать по бизнесу по своей работе какие-то чисто любивые планы по этой карте кстати мы получаем тоже деньги или к нам кто-то приходит на помощь нужный момент деньгами кстати тоже и вот здесь вот то что я перечислила как-то у каждого по-разному или вы будете планировать какую-то опять же финансовую историю на длительный период времени почему потому что стабильность сама по себе идет по рыцарю пентаклей он для этого нам и говорят карта едет медленно чтобы все подметить что происходит вокруг мы в самом начале расклада говорили об этом что время материализма и рационализма как будто ни одна мелочь не должна ускользнуть от нашего внимания есть в этом какой-то резон и смысл давайте карту совет или что будет дальше прекрасно о себе может напомнить человек которую вы давно не видели не слышали он может вам конечно и написать в мессенджерах каких-нибудь или позвонить например или для тех у кого может быть была пауза в отношениях человеком тоже себе напомнит и скажет давай встретимся вот такое может быть вполне и вы могли думать что все наши отношения уже финита ля комедия а тут нет тут как раз вот десятка кубков у кого была ссора мои дорогие но не нашли взаимопонимания да и ладно в жизни наши это тысячу раз может могло быть и увы может еще и быть в будущем поэтому на неделя прекрасно для того чтобы закопать топор войны примириться с кем-то если вам захочется найти вот это утраченное взаимопонимание или ваши какие-то искренние отношения в может быть вашей паре есть у вас такой человек которому вы доверяете который к вам относится вот знаете не просто искренне а с одной стороны вас любит и принимает таким какой вы есть или какая есть не пытаясь вас перестроить на свой лад или как-то там переделать скорректировать будем говорить по шестерке кубков всегда приятные эмоции всегда какие-то добрые может быть даже воспоминания если вот для кого-то допустим как родственник который о себе напомнит или бывают друзья давние иногда и друзья ближе чем родственники тоже бывают значит какая-то такая приятность может будете планировать что-то но я бы больше сказала все таки какое-то приятное событие вашей личной жизни поэтому карта нам десятка кубков говорит что продолжение какое-то прекрасное следует перекладывайте на себя мои дорогие козероги и будьте счастливы и любимы всегда в уб буду ام